Друзья, это необыкновенное чувство, когда вчера вы еще смотрели какой-нибудь видос какого-нибудь там блогера, и он рассказывал, описывал места, в которых вы можете попасть и по щелчку мы уже здесь. Приветствую вас, будущие экспаты-иммигранты. Я нашел для вас город для жизни. И это Джорджия, это Батуми, друзья. Взгляните, какая красота. Пока пахнет стариной, в прямом и переносном смысле пахнет. Сняли мы отель, такой старый, в старом здании, наверное, еще до революционной постройки, с черными потолками. Ну, отель так себе, но само место, само место очень красивое. Такой старый-старый центр, все в брусчатке, все в каких-то кафешках. Всю ночь народ гульбанил, бухал. Так, кстати, здесь на продаже алкоголя нет никаких временных ограничений, так что можно бухать всю ночь. Вина, вина классная, но не очень дешево, не очень дешево, но нормально. Комментировать красоты не буду, просто наслаждаемся, просто смотрим, напитываемся атмосферой. Что это, не знаю, но очень красиво. Особенно тот мужичок золотистый с такими причиндалами выглядит зачетно. Вчера, когда мы приехали в центр, заселились в эту гостиницу, сразу вот проникся этой атмосферой, вот этой какой-то стариной мощеной улочки, вспомнился старый Арбат в Москве, ну, чем-то напоминает. Ну, конечно, масштабы не те, но тоже прикольно. Старые здания прям, ну, вы все сами видите, да. Атмосфера какой-то такой домашности, уюта, не везде все красиво, чуть зайдешь во дворе, там старые здания, еще, наверное, советской эпохи оставшиеся, но все равно как-то вот оно домашнее, очень уютный, он очень маленький, 150 тысяч всего живет. Обстановка абсолютно неторопливая, без суеты, на расслабоне все. Я бы даже сказал, на Транкилле. Сегодня у нас 30 октября, на улице достаточно тепло, ведь в маечке солнце светит. Наконец-то закончились в Батуми дожди, потому что лило на той неделе просто катастрофически, и мы умотали в Турцию, в Анталию поплавлять чуть-чуть, и опять вернулись в Грузию, изучим город и покажем его вам максимально. Но не максимально, насколько сможем, друзья. Что знаю, расскажу, чего не знаю, дополняйте, комментируйте, обязательно давайте составим вместе такую картину, и какая уж она будет привлекательная или нет, это решать вам. Вот это, конечно, яйцо, вообще не знаю, эллипс, как назвали-то. В нашем миллионном Краснодаре такого нет, то есть мы и другие здания. Это мы только подходим к этому сити-центру, так называемому. Хотелось понимать, конструктив, как сие исполнено технически. Я хочу сразу предупредить тех, кто скажет, вот за эта красивая обертка скрывается нищета, вообще нищета народа. Вы, наверное, не замечаете, что в России творится в глубинке, вы, наверное, из окон своих крузаков просто этого не видите. Все экспаты собрались сюда. Причем тут нищета народа? Что за критерии? Вы будете ходить и переживать, что народ нищий. А вы будете испытывать какой-то испанский стыд. Да и не думаю. В чем минус? В чем минус морского побережья Батуми, Черноморского побережья Батуми? Вот таких маленьких речушек с гор полной. Естественно, они несут всякую муть в море. И после дождей там образуется такая полоса. И по граничным переходам в Сарпи там неплохой пляж. И вообще в окрестностях Батуми, не в самом центре города, а в окрестностях. Говорят, есть хорошие пляжи, но я еще как бы не видел их. Ну, наверное, и не увижу в этот раз. Не пугай меня, она кидает меня камни, слышу, а? Оператор разверевший. Надо покормить ее, покормить. Может быть, тогда она немножко подобреет. Кстати, тут Турция вот рядышком. Можно жить в Батуми и на самолет, и в Турцию. Место достаточно уникальное. Непонятно, почему оно еще не засижено, так сказать, экспатами. В должном количестве их здесь нет. Просто присмотритесь, присмотритесь к этому городу повнимательнее. Здравствуйте. Удачи. Откуда вы, дорогие гости наши? Предствуем из Батуми. Да, вот такие непосредственные, достаточно приветливые и... Бестеприимные, да. Не всем, конечно, подходит, особенно социопатам. Как это ни странно прозвучит, но напоминает чем-то Аргентину. Вот что-то прям есть такое. И внешне фенотифические люди напоминают. И такая вообще обстановочка, не очень чистая, например. Какой-то все прям... Такое вот. Да, очень-очень напоминает. И здания такие же, есть ничего, а есть прям обшарпанное, обшарпанное. Ну, конечно, не Буэнос-Айрес, но какой-то такой провинциальный аргентинский городок. Деньгами разжились. За 100 баксов дают здесь немного. Ларри весьма дорогая валюта. Вот так вот он выглядит. Очень даже красивые деньги. За 100 баксов дают 315 ларри. Особо не разбежишься. Ну, будем сходить из того, что есть. Тепло раз, море два, местный колорит три, жратва. Горы рядом, Турция рядом, Средиземноморье рядом. Чем не город для жизни? Цены на недвижимость недорогие. Причем, думаю, пока нас тут не набежало. Чем больше нас тут будет, тем выше будут цены. Современность и традиции сливаются воедино. Бортки и проезжающий мустанг на заднем плане. Чем ближе к центру, чем все чудесатее и чудесатее. Какие-то необычные здания. Но это не совсем новое. А вон то выглядывает. Прюшко. Это вот очень интересная патруль. Сейчас мы поближе подойдем к ней. Дорогие landed. Сюда приходят инвестиции, сюда приходят деньги Евросоюза, сюда приходят турецкие застройщики. Это генерал же граница с Турцией, и турецкое влияние достаточно сильно, и много и турков здесь, и строительных компаний, и вообще просто люди приезжают отдыхать и работать. Чувствуется какой-то движ в сторону современной цивилизованной страны. Конечно, не все так просто, насколько я вижу, и общее, возможно, безработица, нехватка бюджета, но стремление есть. Для многих, кто давно не был, я вот не был в Грузии, дай бог памяти, лет 30, ну да, Грузия меняется, Грузия меняется, меняется в лучшую сторону, но, к сожалению, еще недостаточно быстро. Подождем, подождем, увидим, посмотрим. А те, кто хочет уже сейчас участвовать в этом процессе, пожалуйста, приезжайте, безвизовый режим, почти год здесь можно жить безвылазно, всякие преференции для бизнеса, тут много всего, есть много видео на ютубе, оставлю обязательно пару ссылочек, где вам расскажут о преференциях для бизнеса, для приезжих, и вообще о тех преимуществах проживания в Грузии. А я пока просто смотрю город. Для меня первые впечатления важны и комфортно ли мне здесь будет жить в Грузии или нет. Потому что здесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 не получается, потому что сдавать ПЦР-тест, потому что заканчивается грузинская страховка на машину. Куча сразу на денег отвалить, но чтобы остаться еще хотя бы на пару дней, ну, к сожалению, не целесообразно. Ехать на машине мы уже сюда не сможем, потому что закончилась ВНЖ турецкая, и нас просто в следующий раз через Верхний Ларс не пропустят. Но! Собственно говоря, сюда можно приехать без машины. В самом городе Батуми, ну, как бы она особо и не нужна. А если уж нужна будет вам без машины, когда вы будете жить постоянно, купите. Купите! Здесь дешевле. Поэтому мы особо не переживаем, если мы захотим вернуться сюда, мы уже как-то пожить там, присмотреться. Мы просто прилетим через Стамбул на самолете, и все. Снимем хату с видом на море. Доллары за 250-300. И пощупаем, так сказать, уже этот город в полной мере. И тогда уже, может быть, принимать какое-то решение, есть ли смысл здесь жить. А пока поверхностные впечатления, эмоции, они, конечно, только положительные. Безусловно. Куда здесь не пойди, везде можно где-то взгляд свой усладить, чем какие-то красоты есть. либо старый центр, либо новостройки. Новостройки мне не очень нравятся, грандиозно, но как-то оно не сохранилось, скажем так, аутентичности города, не сохраняет. Хотя он, может быть, хочет полностью преобразиться, то есть, вот стать таким, типа, Лас-Вегасом. Кстати, казино здесь есть. И горный бизнес здесь процветает. Так что, желающим тут потратить свои бабло, галко. Надо срочно перегусить дороги. Лучший варик это шурма. Взяли три шурмы, 21 лари на троих. Где-то по 7 лари получается. Маленькая шавуха. В прошлый раз мы тоже в Батуми покупали шавуху. Очень классная. Ну, я взял вот такую себе просто огромное полено. В этот раз мы поскромничали. Ибо, ибо надо экономить. Осталось совсем немножко денег. Я не хочу больше доллара менять, поэтому попытаюсь доехать до России с тем, что осталось. Хотя вряд ли получится, но надеюсь. Всякие лепешки есть, смотри. Вот это, так, понимаете, пирожки с чем-то. Да. Ну, ценники видите, да? То есть это полтинник где-то стоит на рубли. Вот это хачапури. Хачапури, да? А вот пирожочки какие-то. Лера 20. Кулира. Да, не надо же. Все, заправились капчиком. Сейчас перекус нападет. Друзья, мы остановились в поселочке Степанцминда. естепанцминь, да, потом, встепанцминь, нам, встепанцем, да, Встепанцминь, сказал, я сэ, я сэ, я сэ, я, я сэр, Осень подступила, ночью уже заморозки. Шапки снега на горных вершинах. Ну, не на этих, на других, конечно же, более высоких. Вот там, например, виды потрясающие, но на фоне общей разрухи такой какой-то. Как будто, знаете, вчера отбомбили, и люди проснулись в утром и давай что-то там делать, восстанавливать, что-то варить, строить, копать. Хотя наш отельчик, он с потрясающим видом на горы. Небольшая комната, но достаточно чисто, уютно, тепло. Какая-то кирогаска такая стоит и обогревает комнату. Чтобы что-то посмотреть, надо куда-то ехать. Горы тогда по горным тропинкам, но у нас просто на это нет времени. После вчерашней ночной поломки уже что-то как-то настроение подутухло, и хочется уже наконец пересечь границу и поехать домой. Потому что, ну, поездка такая прям тяжелая. Не сказать, что проблемная, но тяжеловато было, и как-то хочется уже отдохнуть. Ехали на серфантине перед Сибацминдой, и с горы упал вот такой камень. Ну, вот такой, наверное. Я, короче, не смог его объехать. Темновато, и прям под себя его это прихватил. Не знаю, от этого или не от этого, но, короче, сорвало шланг с расширительного бачка, и мы там обоссали все горы своим антифризом. Налили воды пока, потому что антифриза нет. Все боялся, ночью будет минус, и все это нахер замерзнет. Ну, вроде обошлось. Сейчас по магазинам купим что-нибудь поесть и попробуем ехать дальше. Надеюсь, что все с машиной будет хорошо. Так что будьте аккуратнее на серпантинах. Такие вот сюрпризы в виде падающих камней случаются. Вообще, ночью не рекомендую ехать. Удовольствие ниже среднего, скажем так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok